Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, общаемся с младым человеком, приезжали к ним только раз. Знакомы давно. Просто раньше как-то его не замечало. Так, ну, давайте здесь сначала попробуем прояснить так. Если вы знакомы давно, то почему не замечали его раньше? И, собственно, что такого произошло, что вы его наконец заметили? Должно же было что-то измениться в вашем восприятии, правильно? Должно же было что-то поменяться в вашем его восприятии. И на это определенным, значит, стимулом для этого послужили какие-то обстоятельства в вашей жизни, внешне. Вчера он, видно, что у него было хорошее настроение, может, выпил, хотя бы стал без ошибок и грамотно. Так, вчера он, видно, у него было хорошее настроение, может, выпил, хотя бы стал без ошибок и грамотно. Ну, как-то вот непонятный смысл этого предложения. Переписывались и дошло до того, что он меня спрашивает, чего я хотела и что, чего он хотел бы сделать, если только сделать массаж. Опять же, усказает немного смысл того, что вы пишете здесь. Смотрите, переписывались и дошло до того, что он у меня спрашивает, чего я хотела и что, чего он хотел бы сделать, если только сделать массаж. Ну, понятно, что у вас началась интимная переписка, понятно, что речь идет как бы о Вирте, но только не совсем понятно, в каком контакте началась эта тема. То есть, если мужчина один сейчас, у него нет девочки, если вы одна сейчас и у вас нету парня, если вы встретились и вы друг другу понравились, но знакомы вы уже давно и знаете друг друга давно, то его поведение, особенно если вы взрослый, ну, если вам больше 25, и вам и ему, то, в общем-то, это поведение, оно вполне нормально. Что-то дошло до такого. Ну, он спросил вас, вы ему ответили, если ответили, значит, поддержали его в этом, там, могли бы сказать, что, ну, просто могли бы тему перевести, да, там, на что-то другое и так далее, но вы этого не сделали. Вот. Ну, вообще, конечно, опять же, тут смысл вот такой. Ну, или он бы тоже не отказался спинкам болеть. То есть, получается, что он вам сказал, что у него болит спинка и типа, что не отказался бы массаж от вас получить. Я же ему отвечаю, я не отказался бы. Ага, то есть, вы его поддерживаете, вы его поддержали. В итоге начал дышать, как бы начал делать массаж, так сказать, в подробностях, что с маслом, потом я ему в итоге пишу, ну-ка, не дразни, то есть, вы его, как бы, флиртуете, вы его дразните, вот эти вот, эти вот фразы, вы его дразните. Вы, как бы, говорите, ну-ка, не дразни, то есть, вы этого хотите, но, вот, знаете как, показываете вроде бы желание, ну, что же, говорите, ну-ка, перестав. То есть, нету такого однозначного отказа. Ну, и согласия однозначного точно нет. Надо сказать, что это хорошо. Это хорошо, что у него нет однозначного согласия, однозначного отказа, значит, мужчина будет простимулирован к тому, чтобы и дальше проявлять вам знаки внимания. Он мне продолжение пишет, а он мне продолжение пишет. Нет, конечно, пишет красиво, если бы было всё в жизни, было бы замечательно и приятно. То есть, это вы, как бы, свои мечтания, это вы свои фантазии уже пишете, или это он пишет вам? Наверное, всё-таки это ваши фантазии. То есть, вы здесь, как бы, обрадываетесь перед нами и, как бы, говорите, что нет, он ничего простого, грязного, развратного не писал, да, всё красиво. Ну, если всё красиво, то это замечательно, здорово. В заключительной части пишет, что сделал, сделал то же самое в обратном порядке, то есть, то же самое в обратном порядке, это как? То есть, если он, грубо говоря, вас раздел и сделал вам массаж, то в обратном порядке это как? Так, если он должен вам делать массаж и одеть вас? Простите, тут непонятно, конечно, могу гадать, но лучше было бы, если бы вы прояснили. Она говорит, поцеловал бы ямочки на пояснице и целувил шею, потом она говорит, теперь с тебя. Так, ну, у мужчины давно не было, женщины давно не было секса, вы ему понравились и он хочет с вами близости. Видимо, близости хочет довольно сильно. Вот. Опять же, если это серьёзный мужчина и если, если он, ну, не производит впечатления о человеке, который не отвечает за свои слова. Да, то есть, вот, подросток, он мог бы только говорить, он бы не делал, а юноша мог бы только говорить, не делал. Ну, если такой говорит мужчина, и если вы этого мужчину знаете, что он серьёзный, что у него есть определённые достижения, что у него есть определённая работа, он занимает определённое место в обществе, ну, я думаю, скорее всего, это означает, что он действительно этого хочет. Другое дело, что фантазии – это всегда фантазии, а в реальной жизни, конечно, всё не так замечательно и приятно, как вы говорите, то есть иногда бывают более приятные, иногда бывают менее приятные, но фантазии, они опасны тем, что человек ими увлекается, да, то есть можно увлечься фантазиями и забыть о том, что это всё при этом, ну, реальный мир. И если забыть о том, что это всё при этом, то потом, когда реальный мир даст о себе знать, а он даст о себе знать, так или иначе, ну, может быть разочарование. Разочарование, пустота и так далее. То есть это вот такой момент. То есть можно вот раз, два, три позволить мужчине вам такое написать, а потом либо вы встречаетесь с ним и притворяете это всё в жизнь, либо вы даёте ему отказ, потому что, ну, отказ вообще во всём. То есть говорить, что прости, я пока не готов. То есть я понимаю, что ты хочешь, я понимаю, что я тебе нравлюсь, но я пока не готов. Потому что вот эти постоянные фантазии, если они будут, они будут идеализировать вас, идеализировать его, идеализировать секс, идеализировать всё то, что вы делаете. И в итоге, если вы это сделаете, вы можете остаться очень неудовлетворёнными, причём, причём, как видите, не только вы, но и он тоже. Потом он говорит теперь себя. Ну, это, знаете, это говорит то, что мужчина, он любит контролировать, любит, когда всё по его, любит, когда женщина делает то, что хочет он, любит подчинять. Ну, я не знаю, насколько в жизни, но в сексе, или, по крайней мере, в сексуальных фантазиях, он это любит. То есть ему нравится, когда, вот что такое массаж, да, массаж это когда человек полностью от тебя зависит. То есть когда человек полностью находится во власти. И это говорит о том, что мужчина хочет вами овладеть. Но, естественно, нельзя сказать, что хочет он вами овладеть сексуально один раз, и после этого вы ему будете ненужны. Или он просто хочет вами, вами, вами овладеть. Или хочет вами овладеть только сексуально, а, в общем-то, в остальной жизни всё будет не так. Да тут нельзя сказать, но да то именно секс, именно фантазиях, у него есть желание овладеть, доминировать. Это очевидно. Так, потом он говорит, теперь с тебя тоже, что он хочет от вас что-то получить. То есть он это делает явно, ну, явно с ожиданием обратной связи. Это говорит о том, что у него есть довольно чёткий сценарий. Либо сексуальный сценарий, либо сценарий фантазии. Ну, опять же, сценарий фантазии и то, что вы говорите перед тебя, то есть как бы дашь на дашь. Это ведёт от того, что мужчина, он может отсладить вам, ну, не только вам, а вообще людям в своей жизни определённую роль и ждать от них определённого поведения. И, соответственно, реагировать негативно, если вот того, чего он ждёт, да, того, чего он хочет, он не получает. Далее, значит, ну, вы пишите, я как-то не умею себе фантазировать на эту тему, тем более писать. Так как было уже дело к ночи, он говорит, так, а вот вы говорите, что не умеете фантазировать и тем более писать. Это вас не за счётом говорит? Вы действительно не умеете или вы боитесь показаться, ну, распущен, да, вот такое, как вы писали далее, или вы боитесь показаться развратной, например. То есть вот так ли вы не умеете, ведь в этом нет ничего сложного, в этом нет ничего сложного. Вы просто представляете себе это и как вам лучше всего хотелось бы это сделать. То есть вам не хочется чувствовать мужчину, его тело, как оно отвечает на ваши прикосновения, ласки, я думаю, хотелось бы. Почему вы говорите, что не умеете, это вопрос. Либо вы скромны слишком, это зажатость, то есть просто считается, что вы этого всего недостойны, ну, например, недостойны, да. Либо вы стесняетесь, испытываете стеснение, то есть не принимаетесь что-то в себе, то есть, например, боитесь, что у вас не получится, боитесь показаться, там, не знаю, неумелой, неудачливой и так далее. Либо вам просто это все подоблялся, вы считаете для себя это неприемлемо. Опять же, на последнюю мысль меня навел сам характер ваших вопросов, которые вы задаете ниже. Так, значит, было делать ночь, и он сказал, он говорит, мол, спать хочешь, наверное. Я ему говорю, ложись. А почему так? Почему вы ему говорите ложись, когда он вам говорит про то, что вы хотите спать? Вы как бы на него перекидываете. Вам нужно сказать было, хотите ли вы спать или нет? Продолжаете вы эту игру или нет? А здесь вот почему вы сказали, ему ложись, ну, это опять же, для мужчины выглядит как элемент того, чтобы его дразнить. Далее, а он мне в ответ, что он слегка поднялся и не спит. Ну, это нормально, да, возбуждение, когда возбуждение спать не хочется. Ховорить, думай над историей, тема массажа моя. Тема массажа моя, не очень понятно, что это значит. Думаю над историей, в смысле, удерживать эту фантазию, в смысле, что он вернется к ней еще. Далее, говорит, ладно, в другой раз я спать, остановиться на том, что я перевернул тебя на спину. То есть, мужчина предполагает, что у вас будет еще такая приписка, в которой он продолжит свои фантазии. Вот, ну, в некоторой степени, либо он знает, что вы такая скромная, и что он отстрахил на секс с ним. Не согласитесь, да, то есть, не будет у вас никакой зимы, ну, в ближайшее время. Значит, либо он действительно сам не торопится в реальные условия помещать себя и вас для спритворения своих фантазий в жизнь. И это может означать, что мужчина не уверен в себе, и фантазируя, он реализуется таким образом. Спрашиваю по тому, что у меня такая ситуация в первый раз. Какая ситуация? Что у вас виртуальный секс практически, или что с вами мужчина свиртует, или какая ситуация в первый раз? Это вообще нормально, что мужчина пишет, как бы он делал это так в подробностях? Да, нормально люди этим занимаются. Вопрос в том, как бы, считаете ли вы уместным это? То есть, если вы, ну, если, например, мужчина не знаком, да, вам, то, естественно, это не нормально. Если вы его давно знаете, и если вы взрослый, если вы оба одиноки, если в общении вы дали понять, что готовы на большее, то это нормально. Тем более, что вы его поддержали. И, как бы, если мужчина давно одинок, и вы ему приглянулись, то да, это вполне нормально. Знаете, в этом вопросе нормально это определяется вами. Вот если вы сами чувствуете, то это уместно, если вы поддерживаете это, если вы не чувствуете, то мужчина переходит границу именно ваших. Ну, по ощущениям, вот по внутренним ощущениям, как вам это оказывается, нормально или нет. Тут, наверное, это оператор, потому что понятие нормы, оно для всех одинаково. Вот если она для всех разна, разна, в этом аспекте. То есть, кому-то нормально, кому-то нет, кому-то воспитание позволяет, кому-то нет. Кто-то считает, что надо простричаться там полгода-год, чтобы только употребить слово секс. Вообще, нет. Кто-то считает, что уже на втором-третьем свидании можно заниматься сексом в большинстве раз так время. Понимаете? То есть, у каждого своя норма. И вам нужно ориентироваться на себя. Что вы хотели этим рассказам мне рассказать или показать? Что хочет вас в вас, что развивает с вами интимных отношений, что у него есть определенные фантазии. Что у него не просто на уме секс, а секс с какими-то, значит, ну, прелюди. Секс с заполнением. То есть, это мужчина со вкусами в сексе. Вот. И то, что вы его привлекаете, и вы ему нравитесь. Вы его возбуждаете. Десертрон слегка поднялся, не спится. Получается, от того, что он бы сказал мне, не знаю, он представлял, как он это делал, возбудился. Да, конечно. Да. Правильно. Можно ли понять по переписке, какой у мужчины темперамент и как он себя будет вести при том, когда дело дойдет, так сказать, до массажа? Ну, я вам на этот вопрос ответил. Я вам на этот вопрос ответил. Вот именно тот темперамент, тот образ, который мужчина показывает, он актуален только в том случае, если таких вот фантазий, таких вот случаев переписки будет два-три. Если дальше это будет продолжаться снова-снова, эта игра, то это будет означать, что мужчина реализует образ, который ему самому далек. То есть, он в жизни не так вот. Пока не нравится, он скажет, что мужчина темпераментный, и что он любит доминировать, и что он, скорее всего, в ситуации такой же, ну, он будет вести себя так. Разве что, может быть, ну, может быть, более ускоренно это будет. То есть, в переписке это длительно, да, то есть, это довольно долгий процесс. А в реальной жизни это будет быстрее. То есть, он начнет, например, делать вам массаж, возбудиться и приведет, так сказать, к самому процессу. Вот. Если я ему буду писать на такую же тему, то будет считаться нормальным. Ну да, если вы отвечаете ему, если вы получаете это удовольствие, если вы принимаете его как социального партнера своего, то да, это нормально. Но нужно здесь, как правильно вам сказала моя коллега, что различать сексуальный партнер и их партнер по личным отношениям. Потому что тот факт, что вы встречались всего несколько раз и знакомы давно, говорит о том, что мужчина вас в большей степени воспринимает только как сексуального партнера. И не воспринимает вас как партнера для личных отношений. То есть точно может быть, что потом он так и будет вас воспринимать. Но только при условии, если ему понравился с вами секс, например, самым за счетом его настроя, если вы не будете ему отвечать, если вы будете его дразнить, он очень быстро перегорит и может быть найдет в себе более доступную девушку, которая удовлетворит его потребности. То есть в этот момент нужно понимать, что мужчина сейчас настроен на сексуальный партнер. Но все серьезное, он больше не настроен. По крайней мере, если буквально понимать то, что вы сказали. Вот, если вы знакомы давно, его не замечали, теперь его заметили, ну вот, то есть по сути возможно даже заново познакомились с ним, да. Вот. Ну, собственно, он пока не настроен в серьезном. И если вы хотите чего-то серьезного от него, именно серьезного, да, то есть если вы хотите, например, серьезных отношений, если вы хотите там семью и так далее, то сексуальные отношения лучше не уступать. По крайней мере сейчас. Это сделает вас доступной в чересчур для невыходного и у него не будет стимула для того, чтобы за вами ухаживать. И вы покажете ему себя ну, такой, недостаточно серьезный для отношений. Это если вы именно семью хотите. А если у вас цель просто получить удовольствие, получить хороший секс, возможно, можно. Я думаю, можно инойно сквозжаться и можно инойно переходить сразу к делу. То есть, вот вы ему ответите, например, вы ему напишите, верните ему долг такой и после этого предложите встретиться и, собственно, воплотить это в жизни. Вот. И там уже будете смотреть по ситуации. Ну, имейте ввиду, что женщина, она такая. То есть, если она с мужчиной занимается сексом, то она, скорее всего, будет ждать, что он ее будет делать проязычной, что он ее возьмет замуж и так далее. Вот. Если у вас такие мысли есть, то лучше не торопить. Но, опять же, если вы не будете торопиться, то лучше сказать мужчине о том, что надо притормозить, надо получше друг друга узнать, если вы так вот сразу не можете. Это справедливо для вас. В принципе. Но в этом случае есть вероятность, что мужчина от вас отдалится. То есть, если вы не сходите с того, чего вы хотите. Вот. Не буду ли я вам в его глазах выглядеть распущенный? Нет. Не будете. Не будете. Он это вас хочет. Ему это нужно. Вы будете в его глазах выглядеть сметельными, если будете только принимать его сообщения и не будете отвечать саду. Вот. Поэтому распущенный выглядеть вы не будете. Меня больше волнует, откуда у вас такие вопросы, почему они у вас появились и не результат ли это неуверенности в себе и скромности. Если так, то сперва нужно эти блоки убрать, которые мешают вам быть более раскрепощенным и потом уже в отношения вступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!